Привет, ребята! С вами Соларон Метро. Сегодня мы с вами рассмотрим самый популярный транспорт в Москве, а именно московский метрополитен. Очень много мы в последнее время о нем говорим из-за открытия новых станций, новых веток. А сегодня я вам расскажу о той ветке, которая будет открываться в течение следующих нескольких лет. Поехали! Об этой ветке говорят уже давно. Называется она третий пересадочный контур, или одиннадцатая линия метро. Изначально она называлась Большое Метрокольцо, или Вторая Кольцевая Линия. Но затем, из-за того, что первым пересадочным контуром считается станция внутри кольцевой линии, а вторым пересадочным контуром является станция кольцевой линии, решили назвать эту линию Третий Пересадочный Контур. Окончательно было сказано, что линия будет кольцевой, но лишь в 2014 году. Хотя проект этой линии разрабатывался еще в 20 веке. На снимках вы можете видеть проекты станции метро на этой линии. Первый участок откроется в конце 2016 года, и он будет состоять из пяти станций. Петровский парк, у которого будет пересадка на станцию Динамо, за Москворецкой линией, станция ЦСКА, станция Хорошовская, которая будет в пересадочном узле между Полежаевской и Таганской Краснопресницкой линией, и станции Хорошовского, Московского, Центрального кольца. Затем будет станция Шелепиха, у которой будет прямая пересадка на МЦК, и довершится первый участок станции метро Диловой Центр, у которой будет пересадка на Выставочную, и на станцию Диловой Центр Калининско-Солнцевской линии. Дальнейшее развитие у Третьего Пересадочного Контура будет на Востоке. В этот участок войдут станции Рубцовская, Лефортовская и Авиамоторная. А также будет сделан первый зал станции Нижегородская, который пока что будет принадлежать только Хожуховской линии. О ней чуть поподробнее в следующих выпусках. Также в 2018 году планируется открытие станции Нижняя Масловка, которая будет продолжением первого участка. Она будет иметь пересадку на станцию метро Савеловская, Серпуховско-Тимирязевской линии. Это будет одна из немногих станций глубокого заложения на этой линии. Кашуховская линия, о которой я говорил чуть ранее, является хордой данной линии. И она будет открыта полностью в 2018 году. Изначально линия Третьего Пересадочного Контура будет хордой, но затем она превратится окончательно в кольцо в 2020 годах. Единственный участок, который уже готов, это участок, построенный в середине 20 века, Каширская, Варшавская и Каховская. Всего на линии будет 31 станция, включая ответвление от Хорошовской на Шалепиху и Деловой Центр. Линию будет обслуживать два депо, Нижегородская и Замоскворецкая. Что примечательно, линия соединит еще два вокзала, находящиеся в Москве, Савеловский и Рижский. Изначально в Третий Пересадочный Контур вносили несколько хорд, такие как Химкинская хорда, которая должна была пройти через Беломорскую улицу, через Темирязевскую, через Бутырскую и прийти к Ржевской. Должна была изначально быть Митинобутовская линия, но затем изменили проекты Московского метрополитена, и участок, который должен был принадлежать этой линии, уже существует в Арбатско-Покровской линии. Кашуховская линия является хордой Третьего Пересадочного Контура. Это был изначальный проект, и он до сих пор остается таковым. Еще один перспективный проект – это линия в Новую Москву, которая должна начаться от улицы Новаторов и пройти через несколько районов Новой Москвы, придя к поселку Десна. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте эти видео. Видео будут выходить в среду и в воскресенье. В каждую среду я буду рассказывать про линии Московского метрополитена. Каждое воскресенье про станции. Всем спасибо, всем удачи.